Итак, дорогие друзья, сегодня мы поговорим о том, как сделать таким образом, чтобы знания можно было применять на конкретном примере участника школы. Потому что многие очень ребята при изучении Python или других языкового программирования применяют такой подход неосознанно, который сводится к нулю и просто забывается. Давайте взглянем на конкретный пример. До этого есть парень, назовем его Денис, в данном случае мы проходили итераторы. Просто итераторы настолько важная вещь в языке программирования, которой надо владеть профессионально. И вот тот момент, когда данные знания могли уйти в небытие. Посмотрев вот это видео, которое я ранее писал, я его дам в описании. Давайте прочитаем сообщение. Пример использования итера объекта в голову какие-то особо гениальные примеры не приходят. Принцип понятен. Не знаю, проблем с итераторами нет. Все придет в ходе опыта, есть внутренние функции, которые исполняют код за сцену. Не вижу ничего сложного, непонятного. Здесь вот он все сделал правильно. Теперь я вам покажу картинку, которая каждому знакома. Вспоминаем жизнь. Уборка комнаты. Если вы возьмете маленького ребенка, который ни разу не убирал комнаты, и попросите его убрать, он ничего не сделает. Так же и вы, взрослые, в Python. Что остается в голове? В голове всегда остается решение. Я могу убрать при помощи швабры. Я могу убрать при помощи тряпки. Какой-то, да? Самые простые примеры. Я могу применять средства. То есть, есть уборка и есть решение. Что в процессе это приходит тогда, когда есть контекст в жизни. В данном случае обращаемся назад. Смотрите. Примеры использования итера объектов, да, не приходит. Принцип понятен. А где применить? Что решать при помощи этого принципа? Разберемся в ходе. В ходе надо не разбираться, а принимать решение. Просто этого хода никогда не наступит. Представим. Есть процесс разработки. Нам надо решать какую-то задачу. Но как мы можем решить задачу, если мы не знаем при помощи чего? Правильно. Я даже скажу, что какие действия будут делать большинство ребят. Откроют Google и будут себе чего-то там гуглить. Ища примерно похожее. Друзья, давайте сейчас проанализируем. Итак. Наше дело не допустить такого развития событий. Сначала откроем код, который прислал Денис. Здесь, в принципе, все неплохо. Но этот код, он учебный, да. Узнать итерируемый объект, вывести то, что нам нужно, научиться использовать методы коллекции. Ну, выборочно, да, сделал что-то. Что, можно сказать, сделано хорошо? Все-таки начал использовать исключения как метод изучения. Это правильно. Примеров немного, но, тем не менее, на этом может заглохнуть. Давайте исправлять ситуацию. Во-первых, давайте подумаем, чего нам надо достичь. Итак. Первое. Наша... Денис, это вам задание, кстати. Если хотите, делайте. У нас есть итератор. Сейчас нам надо проанализировать действия в контексте выполнения задачи. То есть, у нас должны быть конкретные примеры. Я вам это говорил. Но все-таки, пока еще маловато опыта, не доперли. Шесть, семь. Хотя бы семь примеров. То есть, что должны включать примеры? Это и есть домашнее задание. Первое. Решение. Решение. Что делает, да? Итератор. В конкретном случае. Второе. Воссоздание кода от вас. То есть, моделирование. Моделирование ситуации. Давайте посмотрим, что у вас получилось в процессе обучения. Человек, кстати, начал писать. В школе. Молодец. Смотрите. Работа с документацией начал. Начал использовать все-таки исключения при, значит, изучении. И это правильно. Примеры. Да, есть. Вот они. Примеры. Это не один. Их много было. Да, делал, делал. В течение, наверное, недели трех делал. Пока не устал. Но до этого все равно не дошел. Давайте именно донаправлять до этого. И применение. То, что должно остаться в голове. То, когда мы начинаем писать реальную программу. То, что у нас остается в сухом остатке. Давайте-ка вот сделаем так. Вот смотрите. Открываю библиотеку, любимую ТОГО. Открываю исходный код. Открываю ядро. Открываю ТОГО. И вот к гадалке не ходи. Вот сразу ткнул пальцем и угадал. А где же в данной программе? Что это за программа? Это библиотеку от Рассела Кейта Маги. Одного из ведущих разработчиков Джанго. Где мы можем написать десктопное приложение. Потом при помощи простых команд из портфеля. Перегнать его в веб приложение. В андроид приложение и так далее. Но нас интересует сейчас применение итераторов. Хорошо, пошли виджеты. Итак. Опции. Давайте посмотрим опцию контейнера. И давайте смотреть. Нажимаем это Mozilla, Ctrl F. Нажимаем, выбираем For. Подсветить. И давайте смотреть. Смотрите сколько у нас применяется For. Где. Но в данном случае, в данном случае, смотрите, это все контекст применения. Давайте-ка мы возьмем здесь создать интерфейсную оболочку. Поехали дальше. Поехали дальше по итераторам. Вполне очень четко и понятно. Открываем. Обновить индекс для каждого из вариантов после того, как был удален. Ну что ж, здесь сразу все понятно. Даже не надо въезжать далеко. Есть какие-то объекты. Один из которых удаляется. Значит, проходит проверка. Обновляется индекс объектов, где добавляется реально существующий. Делается при помощи итерации. Применение. Применение. Это уже опыт. Отлично. Есть объекты. Я удалил что-то. Мне надо обновить, пересчитать объекты и вывести только реальные. Вот. Изюминка пошла. И я это должен записать. Только теперь проанализируйте все. Здесь не надо сильно много там знаний или опыта, чтобы понять. Учитывая, что форм и итерации вы уже видите. Формат вы прекрасно знаете. То есть для вас здесь ничего не будет незнакомого. Кроме этого, вы продолжите работать с реальным кодом. Здесь вы поняли итерации, поняли принцип, поняли, как работают, научились делать. Следующий шаг. Что? Вот тут можно дописать еще. Видеть. Видеть в коде. Видеть в коде и понимать смысл, зачем это делается. Ведь это зачем то, что делается, допустим, как мы говорили в данном случае обновление индекса, оно как раз таки и останется в голове. Ведь ситуация банально простая и часто использование. Какую бы вы ни писали программу, у вас будет момент в программе или в сайте, или где-то, который вы от себя пишете, что у вас будет определенное количество объектов. Давайте подумаем. Вот у нас есть объекты, да? Вот они объекты. Хорошо. Давайте мы подумаем. Удалили один объект. Нам надо проверить актуальность. Решение. Правильно. Провести итерацию. То есть пересчитать по новому объекты, вывести актуальные объекты. И это решение у нас есть сейчас. И оно здесь записывается. И воссоздается. Смотрите, Денис, код индекса. Находите, где индекс я показывал. Я его потерял. Или другого чего-то. Ну, возьмем индекс сейчас. Просто-напросто, понимая контекст, пишите свой код. Вам не надо. Вам надо спроектировать ситуацию, в которой есть определенное количество объектов, в которой есть какое-то действие, которое вы делаете над объектом, и в результате что вы должны вывести. Пусть оно будет немножко изменено. Но самое главное, что должно остаться смысл. Вот то же самое, что я показывал при уборке. Помещение может быть разное. И пришли, ну мало дела, на дачу приехали, давно не были. Что там? Ну нет веника. И что, вы в грязи будете сидеть? Нет, приходит. Ой, есть тряпка, есть вода. Все прекрасно. Тряпкой протерли. Ай, есть сырая, по-моему, старая щетка. У вас есть решение. Это решение с вами было всегда. Оно и составляет опыт. Только в программировании ребята делают ошибку. Какую? Большинство ребят что делают? Они просто проходят учебный материал и говорят. Говорят, ну при опыте я потом, значит, соприменю. Завтра второе пришли, при опыте я применю. После завтра третье. И в результате это складывается в что? В мертвый подход. Почему? Потому что одно на другое наслаивается. Вещей становится столько много, что оказывается весь язык я собираюсь где-то когда-то применить, но с чего начать не знаю. И в конце концов, опять что получаем? Ка-шу. А писать не можем. Но у Дениса другая ситуация. Писать то он начал. С головы начал. Все нормально пошло. Но. Бац. Момент. Я ж ему конкретно написал. Денис. Вижу, вижу, что разобрались. Но есть то, что от вас скрыто пока. На днях дам задание закрепить сейчас из исходников примерами. Вот дал же намек уже. Именно с профессиональным кодом. Чего не хватает. А не хватает, правильно, Денис. На этапе обучения с вами должно остаться решение. По крайней мере, это точно вспомнится. Когда у вас будет определенное количество объектов, вы четко вспомните. Ой, это же можно при помощи форс делать. Точно. Раз. Если делать то, что я говорю в школе, еще все записывать, записывать, как я говорю. То есть записывать, расписывать, то это еще и запомнится, то это еще и будет. Итак, формулирую домашнее задание для Дениса. Будем ждать. Итак, первое. Я вам даю два конкретных документа. Документ номер один. Вот этот файл опций. Документ номер два, который вам в жизни все равно пригодится. Открываем Джанго. Неважно, это в данном случае Джанго, но это надо в любой веб-библиотеке. Открываем документацию. Открываем request response. Вот документация. Это вторую ссылку я даю. И сразу чуть-чуть подбавляем опыта. Смотрим вверх файла. Учимся писать документацию и учимся читать документацию. Здесь четко написано. Класс htp-response, где находится в Джанго.http-библиотеке. Хотите на компьютере откройте, я открою здесь. Джанго. Исходный код. Открываю Джанго. Ищу библиотеку http. Открываю файл request. Ctrl-F. Это Mozilla. Может в другом бравдере другое. Посвятить. Ищу. Тоже нахожу цикл for. Обратите внимание, вот здесь вам задачу усложняю. Потому что вас давно надо выталкивать немножко в другое русло. Когда-то я вам писал видео, где вам говорил. Вот следующее. Сейчас покажу его. Давайте попробую набрать. Так. 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 пока не нашел я не помню как называется кстати вот еще одно видео желательно посмотреть на начальном этапе изучения как итеракции итерации влияют открывает путь к профессионального программирования посмотрите скопирую добавлю то еще до единого да то есть одно ко второму сейчас найду я пару листов по моему его добавлял чтобы людям обязательно попалась вот в листе программирование по системе номер один так 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 учитесь писать вот так и вам не найдут замену это видео тоже вам копирую а это для дениса да хоть что-то денис у вас наступает тот момент мы еще до классов не дошли да но все-таки наступает тот момент когда надо уже задумываться о магических методах поэтому даю второй файл request request в любом случае если вы будете иметь дело с любой веб-библиотекой будете иметь дело с такими вещами как вопрос запрос ответ то есть request response да здесь данном случае тоже пока задание для вас не меняется но здесь код посложнее тем не менее тем не менее если вы откроете для себя тайну посмотрите вот эти методы их назначения дату вам очень легко откроется опять же и здесь циклы да вот мы с вами говорили ранее о а ттр я не говорю все сделать сейчас на данном этапе будет сложновато но тем не менее несколько хотя бы один-два примера разберите и воссоздайте тоже и так понятно значится первое написать решение что делает итератор в конкретном случае воссоздать код например обновление бла 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 обновление индекса и описываете ситуацию ситуация ситуация расписывайте для себя важно проговорить то есть смысл чтобы вы со смыслом проговорили ситуация есть там перечень объектов бла 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 моя задача допустим один объект был удален далее удален я применяю цикл for итерацию для первое второе третье это то что должно остаться в сухом остатке по большому счету в данном случае было бы очень классно допустим обратиться к итер тульс и взять это проделать теперь итерацию цитр тульс либо со стандартом но в любом случае должен пройти процесс размышления то есть опыта сейчас в результате такого обращения к документации которые я вас постоянно отправляю у вас накапливается опыт исходного кода в данном случае еще что правильно подбросил документацию исходный код чтобы сопоставить голове все это действительно ведет профессионализму ну хотите делайте ребята кто хочет заниматься spb-tut.ru ну многие вещи которые сказал в это видео для новичка могут быть непонятны поэтому сейчас отличенная тема покажу вам новичка который начал все-таки делать кое-что spb-tut.ru есть уроки есть индивидуальное обучение также тем кто активно работает в группе я помогаю бесплатно но я не то сделал хотел другое сделать дело не то надо выйти есть индивидуальное обучение там почитайте про мой подход это очень круто но дорого дешево просто вот так заниматься по по урокам и дополнительно работать в группе это дешево вот дима появился это тот человек про которого я писал видео который писал да я функции буду изучать 100 лет да я их побросаю и что такого не делал но все-таки не бросил начал работать заинтересовался java script прекрасные вещи происходят это уже отвлечение да валерий здрасте я на связи никуда не 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 пропало разбирался с вашим ресурсом в начале дали мне совет я начал разбирать функции python хотел прислать новый файл но потом вспомнил что говорит что должно отлетать абсолютно верно молодец еще это хорошо что ошибки в чем питон их выдает ну вот то что и надо было давайте посмотрим чего там дима нам понаписывал фантест я по моему это уже сохранил его файл теперь смотрите какие интересные перемены происходит с человеком когда он все-таки успокоился начал делать и делать правильно вот здесь в еще есть видео крутой python здесь много видео которые могут изменить ваш подход вот дмитрий когда пришел написал я узнал о вашей школе в ютьюбе так как очень сильно хочу научиться программироваться самостоятельно прошел основы под gs php и прохожу python по окончанию хочу просто сдавать сайты любой сложность самое главное за время три года я вот только узнал от вас что действовать программирование это функции я их толком не умею писать правильно потому что никто на тот момент не рассказал что на чем надо заострить особое внимание это и каким образом это сделать что должно отлетать это видео тоже даю посмотрите до страница называется прорыв в мозгах а теперь смотрите тогда человек пришел и и что мне только не писал и писал что у него не получится и что на это надо 200 лет и все что угодно но теперь посмотрим код сначала код по вот смотрите изменилось все таки да и вам огромное спасибо что столько лет делаете такую хорошую работу помогаете простым ребятам стать программистами по поводу gs сейчас мы дим зак затронем я и ждал когда кто-то этим займется и это с вами делаем сейчас сначала код python gs на следующей неделе я думаю перейдем так стоп открываем открываем фан и так и слова появились прекрасные документации python аргумент функции при вызове придают следующему образу только по позиции по позиции ключевому слову только по ключевому а также имеется пара исключений да и тут создание простейший наш функции ничего не принимает поехали дальше давайте проверим это на практике поехали и дальше пошли исключения вот правильный подход давайте посмотрим исключения какие могут быть таком случае все да то есть пошел делать пошло переосмысление да справился ну что сложного ничего нету единственное что до не было определенное время и вот очень хорошо прослеживается что он много занимается gs потому что слово формальные параметры это именно параметры gs да ну я понял его в любом случае он дальше правильно все отметил и так человек мог бросить да но тем не менее решил разобраться все дело пойдет теперь что касается gs я ждал человека чтобы я дал определенные знания после знания python на gs писать не сложно но дошел до определенного момента и дальше стал ждать человека который этим займется почему потому что здесь осталось собрать gs в значит мозгах о чем я говорю сейчас это будет другое видео почему вы смотрите по поводу уроков gs вы затронули очень важную тему что самое обычно что кроме вас так детально никто не раз не раскрывал и очень хотелось бы что вы это продолжили я понял одно что пока самый лучший способ изучения этой исследования абсолютно верно так как за год все меняется и так как раньше работал уже не работает я пошел далее разбираться с контекстным привязком язык и теперь еще больше стало непонятно так вот дима на следующей неделе подготовлю уроки и будет не уроки а вопросы и вот как раз таки все это в голове вы и соберете и другим ребятам поможете это будет эффективнее да то есть прошли знания теперь что нам надо будет сделать просто сейчас кому интересно это приходите школу хоть и будет тоже разбираться кстати изучение двух языков это минимальное требование для того чтобы писать почему потому что эти уже без проблем работает я сейчас буду перечислять да то есть такое есть понятие сейчас мы что диме предстоит сделать далее отвлекался начну сначала и так дим я как вы заметили сделал определенное количество уроков для того чтобы человек нашелся человек которым интересно интересен жава скрипт и также как я помог помог собрать допустим язык в голове денису также вижу вам интересен java script и вы соберете java script я думаю за недельку подготовлю код так и так что мы с вами должны будем сделать у вас первичные знания сначала сначала предварительные условия которые вы выполнили теперь это будет работать главное требование при изучении java script это обязательно изучение какого-то классического языка python kotlin без разницы но там где будет использоваться классиков что такое java script чтобы можно было легко выделить вот что такое java script java script если взять круг да это python java script вы нет всего один элемент один элемент на котором все строится этот элемент и есть функции так здесь идут всего две вещи первые функции первого класса и функции высшего порядка в принципе все строится на этих двух знаниях но очень важно дима было понять функции python то что вы делали должна быть классика почему потому что если у вас нет голове классики то когда посмотришь то что рассказывают ребята по java script иными словами можно все что хочешь но потом чему это будет подчиняться непонятно для того чтобы привести к нормальному виду для java script надо две вещи требование изучения языка второй исследовательский подход как раз я и дал его в школе первое дело первым делом я дал определенное количество уроков которое дает минимальные знания с опорой допустим на уроке python это все начинает перекликаться единственное четко выделяется тогда если в python там есть определенные ра рамки например если мы берем ваш кода смотрите все очень просто мы берем ваш код вот вы описали чем полезна такая форма записи функций да и и описали параметры позиционные параметры значит именованные и здесь есть четкие требования которые при позиционных параметрах обязательно передачи аргументов ребята кто новый вы приходите в школу начинаете просто заниматься с нуля я рассказываю сейчас для дмитрия а вы просто слушаете что писать вы будете точно у меня все пишут вот видите пишут куда же денутся главное правильно подойти больше нет нет причин если есть только одна причина почему человек не пишет отвлекусь неправильный подход верный подход заключается в том что надо на определенных местах в языке например на функциях заострить внимание сказать изучено должно быть вот это вот это вот это таким образом таким вот дима сделал правильно теперь можно работать java script то есть у вас четко рождается понимание что делать да что должно произойти в python то есть я прочитал и вижу по исключениям что вы четко понимаете какие исключения должны произойти так вот а когда мы с вами откроем java script там формальные параметры и они всегда все возвращают то есть там нет ситуации когда не возвращается там просто будет возвращено но без значения да а это значит сбой программы но тем не менее она будет работать какие-то знания но когда у вас есть четкое понимание параметров а вы их изучили на принципе python у вас формируется нормальное понимание что вы хотите сделать и нам с вами остается что собрать правильно основное контекст выполнения java script с кодом я думаю подготовлю за неделю когда у нас есть от чего оттолкнуться мы четко понимаем что java script это в принципе подход когда вырвана одна область любого классического языка и это основной подход то есть используется функции высшего порядка что такое посмотрите сами кто не знает то далее нам надо объединить в голове java script каким образом это делается а банально простым сначала дается как я дал определенное количество уроков чтобы познакомиться с языком если мы делали правильно например как здесь смотрите это происходит автоматически то есть человек человек проходил функции python функции kotlin функции js четко распределилась да то есть само понятие функции понятие параметров у него четко стало теперь конкретно в java script что нам надо сделать кстати вы можете проходить кучу интенсиву но писать так и не будете на java script но стоит вам стать исследователем на одну неделю как вы начнете писать в чем заключается моя задача дмитрий в отношении вас есть основной способ который я бы поставил java script для того чтобы как мет как способ написания программ то есть контекст выполнения java script контекст выполнения так его и рассматривать то есть каким каким порядок в каком порядке работает java script и все это привязано очень хорошо привязано к такому слову ключевому как this просто это будет началом если вы для начала берете this и второе это замыкание 2 вещи возьмете да этого вам для начала достаточно дальше это будет ядром когда мы с вами начнем выяснять следующие вещи как каким образом я направлю это я в общем сейчас рассказываю просто чтоб вы поняли меня да как каким образом используется this иными словами при слове this что то то что идет выполняется немедленно да при этом у нас начинается в чем заключается исследовательский подход исследовательский подход заключается в том что нам надо собрать все все моменты для понимания как этот код работает то есть поднятие это то что вы уже проходили но теперь мы это начинаем учитывать с пониманием да я это опять же перечисляю пока только для понятия поднятие да дальше типы данных то есть хранение объекта изменяется не изменяется объект то есть мы начинаем учитывать и потихонечку я покажу вам на примере думаю ближайшее время показываю пример а вы развиваете и потихонечку мы добавляем код понятия код понятия в результате пока не достигнем следующего чтобы мы могли открыть код и считав просто сразу все вот эти параметры моментально поднятие глобальный неглобальный контекст к чему относится какому темы данных является то есть это все считывается на самом деле моментально немножко тренировки все то же самое только в python поэтому я и сказал архиважный подход заключается в том что надо изучать минимум два языка java script обязательно какой-то язык обязательно язык который является какой-то классикой в которого есть четкие принципы потом то есть python при изучении java script правильного так выразиться потому что в java script здесь только есть формальные параметры но вы четко должны ставить цель чего вы хотите если вы ничего не знаете о параметрах и потом начинаете чего-нибудь творить ничего не получится из этого хорошего но после того как вы начали проходить python и заложили основы классики что есть такие-то вещи есть такие-то вещи они делают то-то 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 то есть вы себе вложили порядок действий и что вы хотите получить здесь тогда вы делаете то же самое только в данном случае в java script вы поступаете уже от своего желания ваша главная задача чтобы программа всегда возвращала результат а не пустое значение поэтому заканчивая дмитрий говорю вам что мы с вами сделаем и наша задача будет собрать все вещи которые изучили в единое целое чтобы назвать это контекст выполнения это я считаю самый основной способ при котором человек сразу начинает писать потом сюда добавили замыкание а потом когда вот это ядро существует и вы четко понимаете как работает java script и можете самое главное учесть все вещи ну например тоже поднятие вот ответ на ваш вопрос да сейчас давайте прочитаем прямо сейчас ответим да нормальные вопросы я пошел и далее разбираться с контекстом привязки да есть две вещи молодец контекст выполнения контекст привязки это две разные вещи и их часто путают но это позже и теперь стало еще больше непоняток учитывать вот эти факторы их немного дима их надо я покажу мы это разберемся строгий режим код выполняется в браузере в браузере или node.js так все просто дим смотрите открываем node.js где-то здесь это было node.js node.js так сначала смотрим сюда рисуем картину что такое node.js вот смотрите вот это мой сайт spb-retout.ru как он работает есть код на джанга есть сервер берут ngex либо apache у меня apache иными словами джанга связывается с apache то есть создается конфигурационный файл apache или ngex и этот файл отображает то есть сам сервер отображает страницу то есть запрос ответ если берем node.js вот она нода то считайте что и apache и джанга только на java script все в одном то есть нода является сразу и сервером и сервером и фреймворком фреймворком на нем можно писать кроме этого на нода разработаны поверх нода готовые фреймворки для сайтов программ которые используют нода и код выполняется на сервере чем хорош нода что независимо какой вы будете в java script писать он будет работать нода это считает старый новый то есть то же самое происходит то же что с джанга то только java script теперь вопрос я пока режимы оставлю но потом это серьезный теперь как выполняется код выполняется в браузере или на нода.js если мы пишем на ноды на нода то код выполняется на стороне сервера что такое есть два понятия на стороне сервера на стороне браузера в данном случае вот второй пример вот пример который мы делаем джанга в шкоре вот джанга при этом у у нас база html добавлен код java script от джукери в данном случае выполнение идет так говорится на стороне браузера то есть джукери в данном случае выполняет какую работу она отправляет и получает запросы это мы говорили кстати ребята кому это интересно на youtube есть пишем сайт с нуля да вот первое видео там есть какой сайт пишем сложный сайт но джукери я взял зачем это не по праву недооцененная библиотека от нее отходит уже джанга отказались от джукери и делают чистыми средствами java script поэтому я создал здесь милдвер и все таки не надо забывать кому-то когда вещи простые типа сделать лайки как вконтакте так зачем там городить чего-то если можно все сделать при помощи там 10 срок кода когда все готово там вот так вот это на стороне клиента ноды выполняет на стороне сервера то есть также там установлен на сервере что делается на сервере устанавливается сама нода и она обрабатывает при помощи java script сам код java script читаем дальше дима код java script вот вам пожалуйста запускает движок java script v8 это движок chrome иными словами сам по себе java script язык слабый ну сам по себе он однопоточный он грубо говоря совсем но так как взяли движок google chrome который его компилирует и поэтому когда мы говорим о контексте выполнения и два контекста у нас существует это мы будем говорить контекст выполнения и контекст привязки вот мы с вами будем разбирать контекст выполнения и контекст привязки это нельзя путать но на самом деле это очень сильно путают вот контекст выполнения в данном случае нас будет интересовать именно поднятие Иными словами, смотрите, если язык компилируется, то есть мы, когда пишем переменные, любые, они все скомпилированы, и иными словами, они уже находятся в движке, и это называется поднятием. Иными словами, мы можем использовать переменную, даже не объявив ее, а объявив позже намного. Почему? Потому что она находится в памяти. Это то же самое, что в памяти компьютера, оперативки, что-то вы открыли приложение, а потом оно быстро открывается. То есть, я ответил, вы уже сами ответили себе на свои вопросы, на многие. Я же сейчас не показывал кода. Почему? Потому что код мне надо подготовить. Я сейчас довожу смысл. Замысел, да, заканчиваю уже. Итак, что мы с вами сделаем? Я подготовлю код. Ваша задача после прохождения тех уроков, которые вы прошли, сейчас надо в голове четко разделить две вещи. Контекст выполнения и контекст привязки. Контекст привязки – это способ написания кода, использования ЗИС. Поэтому первичное домашнее задание вы получите, Дима, прямо сейчас. Оно будет исходить из одной вещи, которую надо понимать обязательно сейчас. Смотрите. В документации, кстати, в Mozilla это и есть официальная документация, JavaScript. Поведение ключевого слова ЗИС в JavaScript несколько отличается по сравнению с остальными языками. Имеется также различие при использовании ЗИС в строгом и нестрогом режиме. Сейчас, пока мы это оставляем. Но, Дима, я вам задаю сейчас задание. Посмотрите язык Java. Вам не надо разбираться в Java. Посмотрите язык C++. И посмотрите, что делает там ЗИС. То есть это ключевое слово, оно пришло с Java. Тогда вам будет совсем по-другому понятно, что оно делает здесь. Да? И какая его цель. Вот это я от вас жду. Это несложно разобраться. То, что я хотел рассказать, я рассказал. Теперь я подвожу итог. Хотя начали с Дениса, но закончили Дмитрием. Почему закончили Дмитрием? Потому что я рассказывал. Интересная история. Человек пришел. Смотрите, как все начал делать. Все пошло. Теперь, когда для изучения JavaScript, я рекомендую изучать всегда несколько языков. Минимум два. На самом деле, третий язык дальше не имеет значения. Почему? Потому что вы начинаете на нем писать уже. То есть вы будете понимать, что надо от языка. Когда мы берем, допустим, Python и JavaScript, то у нас идет очень яркий контраст. Например, контраст в чем? Когда Дима проделал функции Python, он столкнулся с параметрами этой итерации. С параметрами. У него появились понимания параметров, цели параметров, передача, как передавать аргументы параметров и исключения. То есть читать исключения, это и есть мышление. Ну и дальше могу, Дима, дополнить то, что я говорил Денису. Вас это тоже касается. Работа с исходным кодом. Но вы будете работать, я так понимаю, с JavaScript. Не проблема. Будем работать с библиотеками с JavaScript. Это интересно. Когда у вас появилась четкая картина какой-то классики, вы можете перейти к следующему моменту. Вы начинаете понимать, что JavaScript построен на чем в основном? На функциях высшего порядка и функциях высшего уровня. Иными словами, взять AC Python, вырвать кусок. Вот этот кусок вам надо научиться применять. Следующий шаг. Исследование для того, чтобы собрать ядро языка в голове и писать. Следующий шаг. Когда выполнил первый шаг, начали изучение другого языка, ответили на ваши вопросы вы сами, но на все остальные потом поговорим. Вот, кстати, тут сейчас скажу. Когда вы будете работать в нода и использовать строгий или не строгий режим, это не будет иметь значения. Браузеры все равно будут работать. Нода это умеет. Это запомните. Сейчас это не трогаем, это надо там уже потом. Следующий момент. Просто сейчас не пишу коды, еще раз поясняю. Буду писать код, давать Диме задания, но сейчас говорю, что сделать. Итак, дальше, Дима. После прохождения уроков, вам необходимо собрать две вещи в голове. Контекст выполнения и контекст привязки. Это две разные вещи. Контекст выполнения вам даст понимание, какие факторы влияют при выполнении кода. Такие, как мы говорили, когда движок обработал, и какие-то вещи уже находятся в памяти. То есть, называется поднятие. Да, то есть, так как они уже считываются. И другие вещи. Второе, то, что мы разбираем, это контекст привязки. Так как он очень четко используется, это основной способ. И основная задача, это разобраться в этих двух вещах. А уже контекст привязки, это как стиль программирования. То есть, здесь вся сложность заключается в том, что надо учесть такие вещи, как... Надо при контексте привязки, отвлекался опять, надо учесть такие вещи, как видимость. В чём здесь подвох? Подвох заключается в том, что у нас есть некий объект. Раз-объект. Два-объект. Три-объект. Это, считайте, как выражение, и здесь были бы точки, да, вот между объектами, некие ключевые слова. То на самом деле, вот это выполнение ЗИС в разный момент времени, в зависимости от области видимости, от поднятия будет равняться разному. В одном случае это может быть глобально, то есть вот само всё окно, в другом случае конкретный объект. Вот эти понятия нам с вами надо будет разобрать. Но ещё раз говорю, сейчас код не пишу, но настраиваю вас на две простые вещи. То надо всего лишь разобраться с двумя вещами. Контекст выполнения, контекст привязки. Факторы, влияющие на выполнение, и факторы, влияющие на то, когда ЗИС равен какому-то конкретному объекту. В этом и заключается метод самого программирования. Когда мы объявляем ключевое слово ЗИС, то мы, наверное, надеемся, что в данный момент времени, в данный момент времени, то, что стоит за ключевым словом ЗИС, какой-то объект, и является именно объектом, тем, который мы думаем, и он возвращает некое значение. Но потом происходят некие вещи, непонятные нам, и вдруг мы получаем совершенно иной результат. Посему наша задача будет разобраться именно в том, что мы с вами используем слово ЗИС перед объектом, и точно уверены, что это именно тот объект, и он вернет именно то значение, которое мы будем ожидать. То есть замысел поняли. Поэтому в голове уложить на самом деле не так уж много. Вы сделали все условия, которые необходимы. Для других ребят, повторяю, нравится, приходите в школу. Но делайте все это правильно. Первая задача. Начните с Python. Он классический. Вторая задача, которую сделал Дмитрий в данном случае, это он прошел начальные уроки, познакомился. При этом познакомился в рамках, познакомился сначала с функциями нескольких языков, а потом прошел JavaScript с нода, да, в определенных рамках. Теперь настало время писать. Наша с Дмитрием задача, подвожу итог. Говорю, первое, уложить в голове контекст выполнения, и как отдельное понятие начать использовать контекст привязки. Сам по себе контекст привязки при помощи ключевого слова this, и есть первый из методов, и такой самый частый использований, который может стать стартом при написании JavaScript. Далее мы туда можем добавить замыкание. Рассмотрим позже, что это такое. Дима, я думаю, уже знает, как метод написания кода, как стиль написания кода, как хотите, понимаете. После этого ваш арсенал JavaScript будет потихонечку пополняться. При этом не будет ничего нарушаться, так как для вас будет четко уяснено, неважно, что вы будете как использовать, для вас будет четко понятно, как выполняется программа, и что в данный момент, то есть вы будете уверены, что те объекты, с которыми вы работаете, вернут действительно значение, а не вернут пустое значение, что и есть проблема JavaScript. Все банально просто на самом деле. Все остальное вы будете изучать в Python, будет перекликаться, да, то есть все остальные понятия, они здесь совершенно одинаковы. На этом все. Спасибо. Понравилось, ставьте лайки, приходите учиться, spb.ru, также есть и блокчейн, потихонечку я его делаю, но будем делать на Django первой, dapp.spb.ru, все едино и солидность изучите потихонечку. Спасибо за доверие, все получится, ребят. Есть одно только то, что может помешать вам стать программистом. Два условия я назову. Первое. Неверный подход. То есть, если не найдется человек для новичка, который обратит внимание, надо сделать вот это, вот это, вот это. Например, функции надо изучить таким образом, как я говорю конкретно. То есть, параметры функций, вызов, исключения. И это должно отлетать и считываться. И поехали дальше и дальше. То есть, не обратит внимание ваше, то все будет у вас кашей. Так начнет сформироваться ядро. И второе. Главное, чтобы вы не бросали. Если вы соблюдете эти два условия, то есть вы будете понимать, на что обратить внимание, и второе не бросать, то программировать вы будете. Не вижу других причин. Уже увидели конкретные примеры. Спасибо за доверие. Все получится, ребят. Не придумывайте программировать. Писать код может каждый. Просто надо это делать. У вас получится. Спасибо.